В прямой эфир поступило более миллиона вопросов. Чаще они касались социалки и тарифов ЖКХ. Путин сказал, что правительство приняло решение разрешить рост тарифов только с середины 2012 года, это где-то с июля. В годовом исчислении должно быть не более 6-6,5%. В первой половине года подъема тарифов вообще не ожидается. Вернемся в Казань, где продолжается коммунальная война между ТСЖ Урицки и поставщиками тепловоды и газа. Всю неделю информационные агентства писали о возможном банкротстве товарищества собственников жилья. Беспрецедентный для столицы случай. Накопили 2 миллиона долга, хотя жильцы уверяют, коммунальные услуги оплачивают регулярно. В ситуации разбираются сотрудники ОБЭП. Сейчас главные вопросы – не лягут ли долги на собственников жилья? И кто довел ТСЖ до такого состояния? Репортаж Эльмир Заляевой. Мы будем заявляться в рамках законодательства. Мы будем вынуждены обратиться в суд. Я полагаю, абсолютно законные схемы. Эта коммунальная война – беспрецедентный случай для Казани. Первый раз ТСЖ заявила о банкротстве. Накопив огромные долги, управляющий товарищество собственников жилья Урицкий, Андрей Железнов-Липец вместе с собственниками квартир приняли решение. Погасить такую задолженность сами они не в состоянии. Поставщики света, воды и тепла подобного исхода событий не ожидали. И заявление восприняли, как способ уйти от проблем. Главный для них вопрос – с кого, если Урицкой все же признают банкротом, требовать миллионы? А речь идет именно о таких деньгах. На сегодняшний день с учетом ноября месяца по ТСЖ Урицкий у нас миллион четыре тысячи задолженностей. Мы не можем сказать, что преднамерное банкротство. Мы можем говорить о том, что Железнов-Липец собрал людей и навязал мнение о ликвидации для того, чтобы уйти от ответственности. В этой битве против ТСЖ поставщики ресурсов решили объединиться. Задолженность перед водоканалом чуть больше миллиона. Пока Урицкий станет банкротом, решили не дожидаться. Обратились в суд. Мы неоднократно встречались с данным председателем. Пытались как-то решить этот вопрос, чтобы он погасил наконец-то эту задолженность. Какие-то меры принимали, письма им писали. Предлагали рассрочку даже задолженности. Понимаешь, что все-таки тут затронуты интересы населения. Но данный председатель просто не идет на контакт. И мы были вынуждены обратиться в суд. Пока ТАТ «Энергосбыт» водоканал собирает документы, управляющий ТСЖ тоже не стоит в стороне. Первое решение признать урицким банкротом отложили. На следующей неделе состоится повторное рассмотрение. Банкротство для него говорит не уход от проблемы, а способ защитить жильцов от оплаты чужих долгов. Ведь многие из них исправно погашали кварплату, а в долговую яму ТСЖ затянуло еще при прошлом управляющем. Второе, то что из шести домов два вышли с долгами ТСЖ Урицкий, там порядка 500 тысяч было. И сами жильцы здесь не платили. Вот у нас долг на 1 ноября был 438 тысяч. Абсолютно законная схема, потому что банкротство проходит по всей России. И считать, что, как говорят представители ТСЖ, будет этот бандитский способ, но это не совсем корректно. Моя главная задача, чтобы жильцы, которые исправно платили, не пострадали от действий третьих лиц. Независимо от того, признают ли ТСЖ Урицкий банкротом или нет, долги выплачивать все равно придется. Вот только способы взыскания будут разными. И жильцы опасаются, что в этой битве за коммуналку первыми пострадают они. Подобная ситуация, впрочем, для Татарстана не редкость. На грани разорения есть уже ТСЖ в Верхнем Услоне, Чистополе и Лениногорске. И главный вопрос при таком исходе событий, как добросовестным жильцам не стать жертвами коммунальных войн, не выплачивать чужие долги. Мы задавали несколько раз вот этот вопрос, как, куда вообще вот эти долги денутся. Так они ушли от ответа. Но платить за кого-то и покажать долги за счет какой статьи это будет, тоже непонятно. Принял вот эту контору уже с долгами. А он зачем принимал-то? Тот потратил куда-то деньги, он принял, а он что хотел? На нас выехать? Поставщики ресурсов уверяют, в подобных ситуациях по закону покрывать долги из бюджета жильцов они не могут. Жильцы, которые оплачивают за жилищно-коммунальные услуги, у которых есть подтверждение, что они оплатили за воду, мы в любом случае ничего сделать не сможем. То есть те люди, которые не оплачивали, с них все равно взыщен. Те люди, которые оплачивали, естественно, они уже ни за что платить не будут. Вот только сами жильцы в этом не уверены. Впрочем, как и управляющий Урицкого. Боего слова, после банкротства ТСЖ собственниковой квартиры заключает договор управляющей компанией и тогда выплатить долг ее обязательства. И, возможно, недостающие деньги будут высчитывать из-за накоплений на капитальный ремонт или текущие расходы дома. Вот они эти 2 миллиона разделят на эти месяцы, с управочей компанией заключат договор, но эти деньги-то будут вытаскиваться, как я говорю, из других статей. Подобный вариант, говорят юристы, возможен. Вот только комментировать эту ситуацию на камеру отказываются. Коммунальные перипетии полны подводных камней. Только по телефону объясняют, по жилищному кодексу данки ТСЖ при банкротстве на жильцов не ложатся. Но в каждой ситуации подход индивидуальный. Исход войны зависит от того, какой договор составляли жильцы, образуя ТСЖ. Что касается вопроса о преднамеренном банкротстве, как возможности уйти от ответственности, сейчас этим занимается УБЭП. Результаты проверки должны поставить точку в этом деле.